Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Я уже как два месяца работаю на новой работе в новом офисе в центре города. В нашем здании есть небольшое кафе. Я бы его больше назвала столовой, потому что ассортимент еды здесь такой же, как когда-то был в моей школе. И еда здесь домашняя, но все почему-то называют его кафе. «Размещение кафе просто идеальное. Нам не приходится далеко выходить на обед, а лишь спуститься на пару этажей и вкусно поесть. Проработав столько времени, я успела запомнить всех работников этого кафе. Две поварихи часто любили входить в зал и следить за посетителями. Они садились за столик, о чем-то говорили. Также здесь были две уборщицы, которые меняли друг друга. Когда посетителей было мало, то они иногда выходили в зал, чтобы помыть полы, никому не мешая. Я часто была свидетелем их работы. Там коллектив был чисто женским. Поэтому неудивительно, что женщины между собой часто ссорились. Больше всего они кричали лишь на одну уборщицу, которая остановилась на защиту одной из них. Я часто это замечала, но мне оставалось только наблюдать за их ссорами. Однажды я пришла к ним на обед, и они как раз выясняли отношения. После ссоры уборщица продолжила свою работу, и я решила к ней подойти. Я спросила, для чего она терпит все эти унижения, ведь по сути она ни в чем не виновата. Но ее ответ меня шокировал. Пусть ругаются на меня, если им так лучше. Мне не жалко. Я тогда спросила, почему ей себя не жалко, ведь именно она в этом всем больше всего страдает. Но она мне начала говорить совсем о другом. Как оказалось, она когда-то жила в большой семье. С мужем, его родителями, с сестрой, его и сыном. Они часто ссорились друг с другом за тем, чтобы утолить свою злость, кричали на нее. Так женщина поняла, что может их успокаивать. Она для меня показалась какой-то странной, ведь она часто страдает от того, в чем не виновата. Пойми, девочка, эти женщины совсем неплохие. Просто иногда им хочется где-то спустить свою злость. И поэтому я не против, если они меня ругают. А вам не больно из-за этого? Спросила я. «Нисколько. Извини, но мне пора работать», – сказала уборщица. «А вы сейчас дальше живете со своими родственниками?» – спросила я. «Нет, слава богу, отдельно», – сказала она и побежала. Я долго размышляла над этим и все равно не могла понять, зачем она это делает. Ведь она испытывает на себе все эти обиды, которые ей говорят разъяренные поварихи. Она наверняка очень любит людей, что готова была жертвовать собой, чтобы сохранить их нервы. Вот и весь секрет. Правда, мне понадобилось много времени, чтобы понять ее. Я запомнила эту удивительную женщину, которая очень необычно живет. Женщину-громоотвод. Это круче, чем все эти агрессивные американские супергерои. Они излучают агрессию, а она ее гасила. А это куда сложнее, согласитесь. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно» в страничке в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.